Дети все чаще болеют коронавирусом. За последнюю неделю число заболевших увеличилось более чем в два раза. 21% общего количества пациентов, находящихся на лечении, это именно дети. 97% лечатся амбулаторно. Госпитализировано в России почти 10 тысяч детей. Регионы увеличили количество коек для лечения практически в полтора раза. К сожалению, среди госпитализированных возросло и количество детей с тяжелым течением заболевания в 0,6 раза, пояснил на заседании Михаил Мурашко. Во всех субъектах началась вакцинация детей от 12 до 17 лет. Отмечу, что вакцинация подростков проходит добровольно, исключительно по письменному заявлению одного из родителей или законного представителя. Кроме того, в соответствии с нормами действующего законодательства, непосредственно перед вакцинацией, родители это согласие оформляют добровольное. В том числе, подростки от 15 до 17 лет дают письменное добровольное согласие самостоятельно. Уже вакцинировано почти 17 тысяч детей и подростков. Темпы вакцинации взрослого населения недостаточны, пояснил Михаил Альбертович. Также спикер призвал население пройти ревакцинацию для того, чтобы избежать тяжелого течения заболевания. Особенно это относится к людям старше 60 лет и имеющим хронические неинфекционные заболевания, состоящим на диспансерном учете. Премьер-министр Михаил Мишустин напомнил о том, что в условиях пандемии коронавируса у регионов есть право временно приостанавливать оказание плановой медицинской помощи по некоторым профилям. Но я хочу подчеркнуть, что ключевое слово здесь именно временно. Как только обстановка в регионе стабилизируется, конечно, необходимо сразу же возобновить плановую помощь. При этом прошу держать на контроле вопрос оказания медицинской помощи детям. На это особое внимание обращал президент, а также не должна прекращаться помощь для людей, у которых болезни, требующие непрерывного лечения, например, онкология. С ростом показателей заболеваемости увеличивается нагрузка на всю систему здравоохранения. Прежде всего, на первичное звено. Врачи практически круглосуточно и с беспрецедентной нагрузкой работают в поликлиниках и помогают пациентам, проходящим лечение на дому. В этих условиях крайне важно оперативно выявлять инфекцию. Для этого необходимо поддерживать высокий уровень тестирования граждан на коронавирус, пояснил Михаил Мишустин в своем вступительном слове. Надо продолжить и дальнейшее изучение циркулирующих штаммов. На проведение их генетического анализа, секвенирования, выделим около 400 миллионов рублей и направим дополнительные средства на приобретение реагентов и расходных материалов, которые необходимы для определения омикрона. Своевременные исследования необходимы, чтобы вести эффективный мониторинг изменения ситуации. Доминирующим штаммом в России стал омикрон. Он выявлен практически во всех субъектах Российской Федерации, дополнил премьер-министр. Анна Пилипец, Александр Мальков, Служба новостей Саров, 24.